Эта неделя ознаменовалась акциями в Екатеринбурге. Сообщения о том, что люди скачут и кричат буквально те же лозунги, как это было в Киеве на Майдане, «Кто не скачет, тот москаль», а в данном случае «Кто не скачет, тот за храм», навевают мысли о том, что эта акция спланированная, там применялись методически, на это были выделены ресурсы, бюджетные ресурсы. Инсайдеры рассказывают, а у нас знакомых в Екатеринбурге немало, о том, что за какую-нибудь акцию типа «плюнуть в полицейского» платят реальные деньги, за вещи, связанные с тем, что сломать забор или потянуть на себя какую-нибудь конструкцию, это тоже оценивается по особому прайсу. Рассказывают отдельные журналисты о том, что сам парк является местом закладки наркотиков удаленных, когда, например, в WhatsApp или в других мессенджерах можно оплатить, а потом тебе скажут координаты, где можно сделать закладочку. То есть там есть сообщение о том, что привлекается наркомафия, которая участвует в этом. При этом драки между сторонниками храма, качками религиозно правильными, и людьми, которые вышли, они тоже как бы поначалу проходили без участия полиции, без того, что полиция вмешивалась. И все это наводит на размышления о том, что управляемый процесс. Причем, с точки зрения общего хода вещей, достаточно примечательно то, что эта акция направлена, прежде всего, против Русской Православной Церкви. Раз. Вот пройдут все события, да, а в сухом остатке останется, что Русская Православная Церковь в этом управленческом маневре, а мы с вами любые события, публичные, заявления, интервью, акции, драки, противостояние с полицейскими рассматриваем прежде всего как управленческий маневр. Так получается, что Русская Православная Церковь, управленческий маневр, проявила себя, ну скажем так, в пассиве. То есть не было сделано никаких заявлений, не было сделано никаких разъяснений. И только вмешательство президента охладило пыл, и вдруг стало понятно, что да, нужно же разговаривать с людьми. При этом люди, которые активно участвуют во всех беспорядках с обеих сторон, это, как правило, люди, которые на зарплате. Вот я прожил два Майдана в Киеве в 2004 и в 2014 мы внутри. И мне ВКонтакте написал один екатеринбуржец, сказал, я написал свои рассуждения на тему событий в Екатеринбурге, и екатеринбуржец молодой мне написал, вы не правы, там все стихийно, люди вышли по зову сердца, и они там пришли, и там, в общем-то, нет никакого организационного начала, и все, кто прыгают, это ни о чем. И я говорю, мальчик, ты мне будешь рассказывать, как делать мероприятие, когда все лохи будут считать, что они вышли самостоятельно и организованно. Вот не надо этого делать мне, рассказывать. Я в этот детский сад в 52 года уже не играю. Я сам могу организовать такое же мероприятие, если будет на то задача, при котором 80% лохов будут считать, что они вышли сами. И они будут убежденно мне доказывать, человеку, который это все организовал, что это мы самостоятельно, что это мы сами. Но только прикупы всей этой акции будут в моих руках, потому что я знаю, как это организовывать. И получается, что события в Екатеринбурге решают несколько стратегических задач. Ну, во-первых, по моему мнению, вот эти американские журналисты из ура.ру, которые возглавляют медиахолдинг, которые вывели и сразу же подставились вот этим скаканием, кто не скачет тот за храм, они сразу дали понять всему обществу, которое уже привито украинским Майданом, что это ненадолго. Это провокация. Вот это провокация. Как бы там ни складывались события, но вот эти проамериканские прыгающие товарищи сразу же объявили, что они не претендуют ни на какую победу. Они претендуют на то, чтобы качать эмоции. Это качели, эмоциональные качели. То есть, получается, что главный прикуп – это либо кто-то финансирует общественное неповиновение по 2000 за плевок или по 2000 за выкорчевывание какого-нибудь конструкции ограждения для того, чтобы сбить с застройщика деньги и поднять волну на то, чтобы сделать невозможным девелоперский проект по строительству. А такую версию исключать нельзя. То есть, получается, что это бизнес. Мы сейчас профинансируем боевиков, одетых в молодежную одежду, для того, чтобы решить какой-то хозяйственный вопрос. Со второй стороны, эта акция с еще большей этажа управления направлена против русской православной церкви, которая в этой ситуации в принципе должна общаться с народом и выйти в люди. Причем, скорее всего, это общение должно быть очень простым, очень понятным и должно быть направлено на ценностный и на туловищный уровень. Что мы делаем, зачем мы делаем, зачем в этом сквере вообще часовня, какую задачу она решает. Кстати, прошло сообщение, екатеринбуржцы написали, что в этом сквере, который является историческим местом народных гуляний, на протяжении десятилетий нет общественных туалетов. То есть, люди вечерами, в выходные дни там проводят праздники, танцуют пожилые люди, а общественных туалетов вот в этом сквере непосредственно нет. При этом сквер достаточно редко засажен, и в светлое время суток там, в общем-то, негде справить нужду. Ближайшие туалеты находятся в Ельцин-центре. Представляете себе ситуацию, при которой будет заложена, ну, по определенному периметру, просто часовня, которая в темное время суток, конечно же, закроет вот эти все проемы между редко посаженными деревьями. Вы представляете, какая дискредитация вот на этом уровне, если просто не заложить вот в этом комплексе, да, или в этом сквере просто общественные туалеты для места, являющегося исторически местом народных гуляний. То есть, здесь огромное количество управленческих возможностей, управленческих задач и возможностей переиграть, ну, например, тех людей, которые вас дискредитируют. И мне кажется, что Русская Православная Церковь, которая, безусловно, должна участвовать в управлении обществом, в этот момент должна перехватить управление, если для этого у них есть специалисты, концепция управления и желание в этой истории не дискредитировать себя. Со своей стороны, как сторонник того, чтобы любые управленческие маневры проходили вообще без всякой агрессии, без того, чтобы раскачать страну до состояния, в которой сейчас находится Украина, я считаю, что нам с вами надо тоже начать объяснительную работу в социальных сетях и объяснять вот этой молодежи, которая за штуку, за две там делает определенные действия, что это все плохо кончится. В социальных сетях уже пишут истории киевских мальчиков и девочек, которые точно так же в ноябре, в декабре 13-го и зимой 14-го года там тоже качали, да, тоже кричали, тоже скакали. А потом, когда их родители начали выходить, а их же тут же завербовали в АТО, да, и начали говорить, ой, не пустим на войну наших детей, а потом, когда этих мам начали обзванивать и рассказывать, что вот мы какую-то акцию все-таки решили организовать по спасению ваших детей, они сказали, а нам это уже не надо, наши дети уже погибли. Это примерный сценарий того, как развиваются судьбы молодых людей, которые начинают скакать на Киевском, на Екатеринбургском Майдане, где угодно. Это очень полезная информация для тех, кто не видит дальше двух недель для толпы. Поэтому я предлагаю всем концептуалам и всем диванным войскам и всем людям, которые понимают, о чем идет речь, начать активную, неагрессивную, спокойную работу в социальных сетях по объяснению этой ситуации и особенно для тех людей, которые пишут вам личку, что вы ничего не понимаете, это все стихийно, достали, мы сами вышли, сами. Это называется, вы понятия не имеете, как вами управляют в темную. И еще один очень важный момент. Существует такое понятие монополия власти на силу. Киевский Майдан очень много научил и показал в тот момент, когда появились боевики и сила, причем сила не сразу вооруженная, а сила, например, которая ставит палатки в неположенное место, которая убирает ограждения и так далее, и так далее. Так вот в этот момент только власть, только государство имеет монополию на силу. И когда появляются какие-то тетушки, это такие боевики, которым на самом деле, как правило, все равно, за какую сторону воевать, лишь бы платили за это деньги. Когда появляются боевики с обеих сторон, и которые начинают применять силу друг против друга, а полиция в это время отстаивается, то сразу же возникает мысль о том, что это постановка, при которой полицию выводят от прямого исполнения своих функциональных обязанностей. Еще раз хочу обратить внимание на то, что никто в этой стране не имеет права на силу, кроме государства. И с точки зрения государства, с точки зрения истории всех Майданов, начиная там с Тянь-Ань-Мынь, именно в руках у государства, и в руках полиции, и в руках руководителей полиции, лежит бескровное, бесконфликтное разрешение любых Майданов, любых публичных столкновений и завершение всех этих конфликтов в ноль.